Доброе утро, Дорогая Церковь! Меня зовут Михаил. На моем роду было большое проклятие. Это был дух смерти. После 50 лет у меня в роду все умирали. Начиная с моих теток, заканчивая мамой и папой. У меня первая тетка умерла в 56 лет. Дядя, тетки, муж умер в 54 года. Потом вторая тетка у меня умерла в 50 лет. И в 97 году у меня умер отец. Было ему всего лишь 52 года. После смерти отца в 2005 году у меня умерла мама. Это было и 58 лет. Мои родители сильно употребляли алкоголизм. Особенно мама употребляла после смерти отца. Папа у меня умер. У него было тоже, я не знаю, это у него проклятие, наверное, было. У него была астма. И он умер во время, когда он спал. После смерти отца мама очень сильно начала употреблять алкоголизм. И в 2005 году я ее потерял. Это был дух смерти, который забрал у меня все, что у меня тогда на тот момент было. И мне постоянно снились родители. Я как вроде бы видел их живыми. Это происходило на некоторое время. Может, раз в неделю, два в неделю. Это было каждый раз. Может, два раза в месяц. Но до церкви я старался тоже покончить жизнь самоубийством. Это где-то в 16 лет я хотел повеситься. Но я не смог повеситься, потому что не получилось. Меня как кто-то оттолкнуло до этого. После армии, где-то лет 27 мне было, я тоже хотел вскрыть себе вены. Мне тоже не получалось. А у меня остались шрамы на руке, все. У меня не получалось почему-то вскрыть вены. Тоже какая-то, я-то она не понимала, но какая-то сила меня отталкивала. Что я не мог этого сделать. В 16 лет меня дьявол познакомил с алкоголем. Я до 2008 года употреблял алкоголь примерно в 16-17 лет. У меня был... Я жил тогда не в гражданском браке. У нас родился ребенок. Этому ребенку было годик. И он годик у нас умер. Ну, я тоже не понимал, что это. Я всегда кого-то обвинял в этом, проклинал. Но я помню, когда мне мать когда-то говорила, это в возрасте где-то 22-23 года, она говорила, лучше бы ты, говорит, умер, лучше бы я тебя убила. Она гадала на мне карты, ворожила на меня карты. Это меня сама она говорила. Ну, самое большее, лучше бы я тебя зарезала, когда ты это самое. Я не знаю, почему это происходило, но теперь уже, я же говорю, когда придел в церковное поколение, начал понимать, что это дьявола работа была. Он вселил в наш род дух смерти. Через наш род он хотел убить каждого, дойдя до меня. И в 2008 году придел в церковное поколение, где проповедовал пастор Андрей Юрьевич Тищенко. И он призвал к покаянию. Я покаялся, получил свободу, полную свободу от алкозависимости и от курения, которое тоже держало много-много лет меня. Я не мог вообще сам бросить это. Но я до сих пор помню, это было на Пасху. На Пасху это было, что я попросил после покаяния, я попросил Господа, говорю, Господь, пожалуйста, освободи меня, потому что я устал, я не могу так больше. И Бог в этот момент, вот именно на Пасху, Бог меня освободил. Это я почувствовал, что меня вообще не тянуло ни к калкозависимости, ни к табакокурению. Будучи в церкви, в 2015 году прошла мобилизация. Меня призвали служить в зону АТО. Во время служения в зоне АТО я попал в реанимацию под город Волноваха. И там дьявол, дьявол, решил меня там уже убить. Мне давали 90%, что я могу не выжить. У меня был гной в легком. У меня был пульс 30, давление было 70. Я уже был вообще при смерти. И благодаря Богу, потому что я тогда начал молиться, говорю, Господи, прошу Тебя, помоги мне выжить. Потому что мне сказали, что я могу не дожить до утра. Ну, благодаря Богу, Иисусу Христу, Он меня спас в тот момент, что у меня давление стабилизировалось, путь стабилизировался. 10 сентября 2017 года в нашей церкви нового поколения, в городе Першотравенск, проповедовал наш пастор Андрей Юрьевич Тищенко. Было служение, молитва о освобождении родового проклятия. Пастор начал перечислять, во время этого служения, пастор начал перечислять различия духов. Когда Он перечислял эти духи, меня коснулся этот дух смерти. Я сейчас разрушаю всякое проклятие преждевременной смерти на этом месте. Я говорю, это дух смерти. Во имя Иисуса убирайся вон из каждого человека прямо сейчас. Когда этот дух смерти, Он сказал, что сейчас дух смерти, и там перечислял все духи, у меня начали проявляться симптомы на физическом уровне. У меня начался кашель, у меня начала задышка в горле, как кто-то вроде бы держал это все. Меня начали, как вроде бы током, начало тело все это самое, проходило все током. Начала какая-то слабость, у меня начались головные боли. И после того, как пастор перечислил этих всех духов, он призвал выйти всех к сцене, кто почувствовал себя плохо или какие-то проявления. И когда я вышел к сцене, пастор возлагал руки и молился за освобождение. Когда пришла очередь ко мне, после возложения руки пастора Андреевича Тищенко, я почувствовал, как я получил полную свободу от этого. Как я получил свободу, по мне прошло, как вроде бы кто-то провел по мне тепло, как прошло, от головы до пяток. Я на некоторое время потерялся, я как упал. Из-за меня начали молиться там дальше служителя. После того, как меня подняли, когда меня подняли, я почувствовал, как какое-то облегчение на сердце и мир. Но я тогда уже понял, что я получил полную свободу от духа смерти. И что дух смерти теперь остановлен на моем роду, на моих детях, что не будет дальше работать. Потому что дьявола задача была меня убить, украсть, убить и погубить. Мой род, мою семью и моих детей. И именем Иисуса Христа, вот это я получил полную свободу. Благодаря церкви нового поколения. Благодаря нашему пастору Андреевичу Тищенко. Мне после этого освобождения перестали проявляться эти картины родителей, что вроде бы родители мои живы. Мое счастье проявляется в том, что я свободен. Свободен в том, вот этого духа смерти, который меня контролирует, который я постоянно меня преследовал. У меня есть хорошая семья, двое хороших деток. Я очень счастливый человек, это на 100%. Я закончил миссионерскую школу, потому что это Бог мне пожил, это желание было, закончить миссионерскую школу. Я буду дальше следовать пути Господним. Буду дальше служить Богу. Я благодарен Богу за спасение. Благодарен Богу за освобождение вот этих проявлений духов, которые у нас еще остались от наших родителей. про родителей. Я благодарен Богу, что я могу проставлять его в своей жизни.